Мы перемещаемся в северокавказский регион и передаем слово Елене Викторовне Львановой. Добрый день, уважаемые товарищи. Я очень рада, что мы все здесь встретились. Спасибо устроительной конференции. У меня будет такой, наверное, обзорный небольшой доклад «Культура рубежа Престоценно-Голоценно-Северного Кавказа и сопредельных территорий». Ну, с чего, собственно, такой вот обобщающий труд, который вы все знаете, Мезолит СССР, 89-й год, карта Кавказа, выделено четыре культуры, точнее даже написано не культуры, а написано культурных вариантов Кавказского Мезолита. Причерноморская, Меретинская, Чокская и Триолецкая. Есть еще варианты выделения Триолецкой культуры Козловским, есть и Меретинская культура в интерпретации Головановой из авторов. Но, так или иначе, все это было непонятно, потому что весь этот конгуберат материалов довольно объемных был схож. Было одно понятно, что это пластинчатая техника расщепления, в основном заготовка – это пластинка и присутствие геометрических микролитов. Какие же основные проблемы стояли? Внешнее сходство разновременных каменных индустрий, наличие механически смешанных коллекций и происходящих из нестратифицированных памятников, или могут быть смешанные коллекции в результате применяемых методик исследований тогда. Количество радиоуглеродных дат было очень мало и не всегда соответствовало дробности стратеграфии на изучаемых памятниках стратегифицированных. Ну и, конечно, когда пытались продатировать до недавнего времени, было, как правило, очень мало количества образца, но появился, слава богу, доступный АМС – радиоуглеродный анализ. Сейчас речь пойдет в основном о материалах трех памятников, и потом мы выйдем за пределы эти. Два памятника – это навес Чигая и пещера Двойная находятся в Губском ущелье, северо-западный Кавказ, и навеса с рукой – это центральный Кавказ при Брусе. Навес исследовался в середине прошлого века замятненным Яакритесом и показал очень интересные материалы уже в те времена. Пещера Двойная, исследованная в начале 2000-х годов, было исследовано три таких пачки культурных слоев, и совсем недавно мы получили АМС-датировки, большую серию, которые позволили нам понять не только относительную стратеграфию, но и получить абсолютные датировки. Нижний слой получил даты 18,215-800 калиброванных лет тысяч лет назад. Средняя пачка – это 14,215 калиброванных тысяч лет назад, и верхняя пачка – от 11,8 до 10,6 калиброванных тысяч лет назад. И еще навес Чигая также получил серию датировок. Про навес Чигая сейчас почти говорить не буду за недостатком времени, но хочу все-таки упомянуть, что в навес Чигая материалов меньше, но зато хронология более длинная, и самый нижний слой, согласно последним полученным датировкам, он как раз попадает на конец ЛДЖМ, и он своеобразный по культуре. Но в этот доклад я хотела посвятить материалам более поздним. Вот материалы по пещере двойной. Здесь вы видите охотничье вооружение, которое соответствует трем слоям. Слева направо, слева самый нижний слой 7, в середине слой 6 и слой 4-5. Справа вы видите эти даты, сверху написаны радиоглеродные, снизу калиброванные. И для нижнего слоя характерны, согласно и типологическому, и торсологическому анализу, проведенной Алисе Игоревне Успенской, характерны колющие острия. Для среднего слоя характерны косолезвийные наконечники, в качестве которых использовались удлиненные сегменты. И для верхнего слоя там присутствует, конечно, какое-то количество сегментов, но характерны поперечно-лезвийные наконечники в виде высоких трапеций. Гроцис руко, как я сказала, раскопки, заметно, середины прошлого века, показал, в принципе, схожую последовательность. Правда, самый верхний мезолитический слой, он практически безорудийный, но там были микропластиночки. И этот слой еще отличался тем, что там было огромное количество раковин хеликсов, наземных улиток. И надо сказать, что верхние слои на весе Чигай, что верхний слой пещеры двойная, тоже имел эту особенность, где огромное количество скоплений вот этих улиток, хеликсов. Слой М2 по Замятнину, он писал, что это примерно то же самое, что и слой М1, но он очень тоненький, там очень маленькая коллекция. Слой М3, удлиненные сегменты и такие гравитоидные острия. Ну, про М4, М5 мы сейчас говорить не будем. Там до М8 вообще-то не раскопали. Я ознакомилась с этой коллекцией, и мои коллеги в том числе, хранящиеся в пункт-камере. И надо сказать, что слой М2, он своеобразный, хоть очень маленькая коллекция, она отличается от М1, на мой взгляд. Но все остальные заметки, которые были сделаны Замятнинам, они совпадают, вот эти наблюдения, за изменением орудийного состава, ну и в частности предметов охотничьего вооружения. Также мы отобрали из Замятнинских коллекций, спасибо Сергею Николаевичу, он отбирал образцы, они лежали там завернуты, было написано, откуда чего, и мы отдали тоже на МС датирование. Получили серию дат, вы видите здесь стратеграфический разрез из раскопок 50-х годов, и надо сказать, что Гротца-Сруко раскапывался, начали сейчас новые исследования, возобновились Голованова и Дороничем, они тоже получили несколько дат. И в принципе там самый большой разлет дат получился для слоя М1, но он действительно очень мощный, хотя типологически не очень выразительный, но последствия дат сохранилась, и вы видите, что слой М3 сегментами датируется 11.4, что совпадает с датами по пещере двойной, и верхний слой М1 тоже в принципе попадает в этот диапазон дат верхнего слоя пещеры двойная. Вот здесь табличка с вынесенными датами из навеса Чигай двойной СУС-РУКОЙ, и довольно четко выделяется, сейчас красным квадратиком выделены слои и даты, которых находят вот эти удлиненные сегменты. Вот диапазон там около 15 тысяч до 13 тысяч сегментами, и дальше более поздние даты совпадают с появлением трапеции. Мы, естественно, обратились не только к навесу Чигай и к материалам других памятников, соседних памятников в Губском ущелье, это пещера Косожская, которая раскапывалась Аудлиум, и по материалам которой Голованово было получено несколько дат, Мизмайская пещера тоже раскопки Голованово, и вот здесь вынесены даты СУС-РУКОЙ, и, конечно, просматривая материалы, посмотрели Горный Крым, где есть раскопанное количество памятников, и в том числе Шанкаба и Шанкабинская культура получила целый ряд дат. И слой 6 Шанкабы имеет даты, которые полностью попадают в диапазон сегментами, и эти сегменты, и другой сопутствующий инвентарь, очень схож с материалами, как Гродс СУС-РУКО, так и пещеры двойная. И, наверное, мы можем уже говорить о каком-то таком культурном единственном пространстве от Горного Крыма до Центрального Кавказа, как минимум. Верхние слои навеса Чигая, где есть вот такие, ой, простите, навеса Чигая, пещеры двойной, я считаю, что вот этот слой 4-5, он не совсем един, но там выделяется все равно индустрия, для которой характерны в том числе вот такие высокие трапеции с выемкой наверху. Я их как-то так по инерции называла рогатыми трапециями, хотя, конечно, от среднеазиатских рогатых трапеций они сильно отличаются. Наверное, надо им придумать другое название. И абсолютно такие же, в общем-то, трапеции, такого же размера. Ну, мы их птичками или рыбками звали в экспедиции, да, у нас рыбки-птички, да, так и были. Может быть, назовем рыбьим хвостом. Из раскопок Чоха, это уже северо-восточный Кавказ. Ну, вот мы еще поискали похожие трапеции. Надо сказать, что только вот двойная есть чигая, но там очень маленький слой, тоже такая высокая трапеция. Навес сатана – это тоже губское ущелье, Чох. Что-то похожее в Шанкабы, но более пропорционально, они более низкие. В Опианче есть какой-то один экземпляр. Ну, и вот те рогатые трапеции, которые характерны для культаминарской культуры, вы видите, что они сильно отличаются, поэтому их отделили, чтобы не создавалась путаница. Ну, и вот даты, в которые попадают вот Шанкаба, третий слой, где есть такие трапеции схожие, 10, 2, 9, 8, 10, 2, 9 и 3 для двойной. Но для остальных памятников, к сожалению, пока датировок нету или они не опубликованы. Похожая закономерность смены ведущих форм охотничьего вооружения, в том числе и геометрических микролитов, она наблюдается и в пределах всего Кавказа. Вот схема, которую предложила Шаттенгер своей. Вот видите, там сначала колющие наконечники, такие асимметричные треугольники или что-то гравитоидные такие, а-ля гравит острия. Потом здесь, правда, идет некий конгломерат из трапеции, сегментов и равнобедренных треугольников, и наверху высокие трапеции, те самые, которые поперечно-лезвийные наконечники. Нашими коллегами из Новосибирска была подготовлена по уже Центральной Азии вот такая табличка, где мы видим тоже вот эту смену схожую, при том, что форма, конечно, немножко меняется, не больше, это прямая аналогия, но схема, она угадывается и там, от асимметричных треугольников и прямоугольников, по прямоугольнике не сказала, в двойной тоже есть в нижних слоях, к сегментам, к равнобедренным треугольникам и трапециям, и трапециям уже таким вот с выемкой наверху. То есть какая-то единая стиль развития есть. Но вообще, если посмотреть на карту шире, то мы вот эту стилистически с большими пробелами можем посмотреть, это есть и в Магрибе, это есть и в Южной Европе, Крым, Кавказ и Центральную Азию. То есть это какой-то единый такой вот... единое направление изменения форм основных геометрических нейтролитов. Ну и в заключении такие более общие выводы. То, что на материалах северо-западного Кавказа можно достаточно обоснованно говорить, что формы на памятниках рубежа престоценно и голоценно, мы видим смену определенных традиций и не прослеживаем, несмотря на внешнее сходство заготовок, не прослеживается эволюционное развитие в рамках одной культуры, что это, вроде бы, они похожи все, но формы геометрических нейтролитов изменяются, изменяются, изменяются способы крепления от поля щепка с лезвийным, к поперечным лезвийным. Дальше будет доклад посвящен технике первичного расщепления, она тоже кардинально меняется, поэтому говорить, что это какое-то единство на материалах северо-западного Кавказа невозможно. Я не исключаю, что где-то эта эволюция происходила на стороне, но то, что мы фиксируем на Кавказе, это нельзя назвать развитием в рамках единой культуры. Значит, для нижних слоев пещеры двойной, Косожской характерны, которые ассоциируются с асимметричными низкими треугольниками, наконечниками с боковой выемкой. Сейчас, извините, забыл, что я там написала. Они имеют аналогии как с ближневосточными отчасти, материалами, но также больше, мне кажется, более близкие аналогии можно найти в Верхнем Палеолите, в синхронных паниках Верхнего Палеолита русской равнины. Ой, не то сделала. Сейчас. Данные, полученные по Центральному Кавказу, позволяют провести прямые аналогии для материалов из материалов Кротеса с рукой слоем 3, слой 6 пещера двойная северо-западной Кавказ и шанкабинской культуры в Крыму и ориентировочно наметить время существования этих индустрий в пределах 14-11,5 калиброванных тысяч лет назад. Наличие в верхних слоях каменного века в позднем изолит, в верхних слоях своеобразных микролит в виде высоких трапеций с выемкой на верхнем основании в Губском ущелье и в материалах Северо-Восточного Кавказа, именно Чех, может свидетельствовать о каком-то культурно-хронологическом единстве, но пока недостаточно данных о степени гомогенности этих ансамблей, что в Чехе, что в Губском ущелье и пока недостаточно еще радиуглеродных дат для всех, для Северо-Восточного Кавказа. Полученные радиуглеродные даты для слоя М1, ГРОТСУ с рукой, проведенные типологически-технологические анализы позволяют заключить, что культурная картина даже в пределах Северо-Западного и Центрального Кавказа была более пестрая, чем я вам сейчас представила, и также это подтверждается материалами из-за Кавказа, в частности грузинскими, где при общем каком-то стилистическом сходстве, как мне сказали коллеги грузины, там говорят, что соседние пещеры все равно есть различия в Индузии. Они не кардинальные, но все равно они отличаются. Вероятно, культурное своеобразие, культурное разнообразие было гораздо шире. Ну и, собственно, Михаил Геннадьевич сейчас говорил про Кукрек, который попадает синхронен верхним слоям пещеры и Гротеса с рукой частично отличается. Спасибо за внимание. Спасибо, Елена Викторовна. Вопросы? Михаил Геннадьевич? Ничего не могу сказать, потому что у нас в округе пока нету какого-то, недостаточно, во-первых, ни памятников, ни серии радиооблеродных дат. Сейчас они вот в этом, они синхронны. Откуда они пришли, куда они пошли. Единственное, что по моим наблюдениям, что это какие-то более южные влияния, по крайней мере, для северо-западного Кавказа. Я подозреваю, что виной тут хвалынская трансгрессия, которая отделила Кавказ, потому что материалы более раннего периода, они как раз с верхней полиолитой русской равнины очень даже завязываются. И там, собственно, и в верхней полиолите русской равнины есть черноморские ракушки, какие-то завязки там можно доказать. А вот этот уже слой с слоей с сегментами, скорее всего, это какие-то восточно-южные, западные, не знаю. Но это не северное влияние. На север это туда не уходит. По крайней мере, в этот период. И на северный приказ тоже не очень похоже. Там много сегментов, но они другие. Спасибо. Еще вопросы будут? Продолжение следует...